Итак, сегодня у нас непростое совещание, очень непростой штаб. Дело в том, что суточный темп прироста заболевшими увеличился до 1%. Это по-прежнему ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе и чуть ниже, чем в Российской Федерации, но тем не менее у нас высокая загрузка коек. И вы знаете, что в Хабаровске, несмотря на то, что мы открыли достаточно большое количество коек, загрузка остается высокая. У нас за вчера выявлено 142 новых случая, 2 человека умерло. И ситуация, на наш медицинский взгляд, пока прогрессивно ухудшается. В складывающейся обстановке необходимо принимать достаточно серьезные меры по ограничительным мероприятиям. Уважаемые участники штаба, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории края остается напряженной. Продолжается динамика роста числа заболевших COVID-19, которая началась со второй недели сентября и продолжается уже в течение пяти последних недель. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 837 случаев заболеваний против 646 случаев на предыдущей неделе и недельный прирост составил 29,6%. По состоянию на 19 октября в Хабаровском крае, как уже сказали, зарегистрировано 14 020 случаев заболеваний и показатель заболеваемости в среднем превышает такой по Российской Федерации и по ДФО. Но это немножко разные показатели, вы говорили о суточном приросте, это немножко другое. По итогам недели в период с 12 октября по 18 октября в структуре заболеваемости COVID-19 взрослое население составляет 85%, из них 69% это работающее население. В возрастной структуре заболевших взрослых удельный вес лиц старше 64 лет составляет 24%, но показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в этой возрастной группе в полтора раза превышает показатель заболеваемости в целом среди взрослого населения. Удельный вес работающего населения, как я уже сказала, составляет 69%, и наибольшее количество заболевших сегодня регистрируется в образовательных организациях, в учреждениях здравоохранения, среди государственных служащих и офисных работников. Заболеваемость детского населения также имеет тенденцию к росту. Причины роста заболеваемости – это рост деловой активности населения, проведение массовых мероприятий, несоблюдение масочного режима населения. И в связи с этим в адрес губернатора были направлены предложения о введении ограничительных мероприятий. В связи с дестабилизацией эпидемиологического процесса по коронавирусной инфекции Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предложено ввести ограничительные мероприятия следующие. Ограничить работу ночных клубов, баров и других аналогичных развлекательных учреждений с очным присутствием граждан, а также работу кальянных. Ограничить рабочее время организации общественного питания до 23 часов с введением запрета на курение кальянов. Главу муниципальных образований мэру Хабаровска-Комсомольска-на-Амуре проработать вопросы по выделению дополнительных единиц транспорта для поликлинического обслуживания населения в связи с существенно выросшим количеством обращений граждан. Следующее предложение. Предлагается с завтрашнего дня объявить школьные каникулы до 9 ноября. Таким образом, мы полностью перекрываем 14 и чуть больше дней этот инкубационный период. Происходит полный разрыв. У нас высвобождается достаточно много педагогов, которые в возрастной категории 65+, но и это, несомненно, позитивно скажется на эпидемиологической обстановке. Кроме того, предлагается на ближайший месяц высшее и среднее профессиональное образование перевести на дистанционный режим образования. Ирина Владимировна, Ваше мнение по вопросу дистанта для студентов высших и средних профессиональных? В принципе, наверное, да. Есть рациональное звено в этом предложении. Наверное, да. Это уменьшит транспортную нагрузку и позволит тоже высвободить профессорско-преподавательский состав. Следующее предложение. Поддержать предложение Роспотребнадзора, которое касается работы дискотек, баров, ночных клубов и так далее. Все, что позже 23 часов, закрывается. То же самое касается учреждений общепита. Запрет по кальянам. Я думаю, что это абсолютно необходимая мера. И самое главное, что эта мера не была никогда отменена. Она у нас действует еще с марта месяца. Поэтому, как бы бизнес к этому ни относился, но кальянные – это те учреждения, которые у нас находятся пока вне правового поля статуса. Поэтому я прошу и органы внутренних дел, и соответствующие другие контрольные службы на это обратить серьезное внимание. Максимальный переход на дистанционные формы работы и использование видеоконференц-связи в работе и так далее. То есть работодатели, я думаю, что здесь должны будут отрегулировать свои вопросы более-менее самостоятельно. Кальянные клубы, ночные дискотеки, общий ПИД с 23 часов закрываются. Кальянные закрыты должны быть вообще. По мерам, значит, особое внимание по беременным. Я хочу сделать акцент банкам, которые находятся на территории края. Очень много поступает обращений от банковских сотрудников беременных, которые банки не отпускают на дистанционный режим работы. Я прошу на это обратить серьезное внимание и выстроить свою кадровую политику так, чтобы она не создавала проблемы здоровья. У вас предложено, это называется, мягкий вариант мер. Он реализовывается во многих европейских странах и показывает достаточно высокую эффективность. На самом деле, уменьшение передвижения школьников уменьшает передвижение лет старше 65 лет плюс, потому что очень часто бабушки, дедушки уводят детей в школу, встречают их и так далее. Поэтому, мне кажется, что... И обратите внимание, до 9 ноября. То есть это достаточно большой цикл. Поэтому Министерство образования нужно сейчас очень быстро проработать эти вопросы. Но я думаю, что оценки школьники получат в автоматическом режиме. Тут ничего такого страшного нет. Сегодня в университете на кафедрах и на базах практической подготовки в Хабаровске, в Крае, обучается 297 ординаторов. Это без ординаторов, которые проходят практическую подготовку по целевым договорам в субъектах ДФО. По распоряжению Министерства здравоохранения привлечены в государственные учреждения и трудоустроены для оказания медицинской помощи населению. Это без ординаторов стоматологов, провизоров, беременных или женщин с детьми и ординаторов, имеющих хронические заболевания. Всего 249 ординаторов. Из них поликлиника Хабаровска на должностях врачей-участковых терапевтов и врачей-участковых педиатров 122 ординатора. В том числе по некоторым поликлиникам пройду. Поликлиника номер 3, 24 ординатора. Клиника диагностический центр 13. Детская поликлиника 1, 11. Поликлиника 11, 9. Поликлиника 16, 7. Детская поликлиника 24, 5. Поликлиника 5, 4. Детская поликлиника 17 и поликлиника 15 по 3. Ну и в других поликлиниках по 1, 2. Это всего 15. На станциях скорой помощи 18 ординаторов. В стационарах Хабаровска на должностях врачей-стажеров по специальностям, это в основном ординаторы 2 года, трудоустроены и привлечены к оказанию помощи 107 ординаторов. Так, в городской больнице 10, 21 ординатор работает. Краевая больница 2, 21. Краевая больница 1, 16. Детская краевая клиническая больница 8. Детская больница Истомина 5. Туберкулезная 3. В районах края направлены и трудоустроены на должностях врачей-стажеров 20 ординаторов. В Комсомольске на Амуре 11, в район Лозо 5, Солнечный 2, в Советско-Гаванскую и Николаевскую по одному ординатору. Все ординаторы переведены на дистанционное обучение, и это дает им возможность трудоустраиваться на целую долю ставки и больше. Теоретически материалы они будут осваивать и лекции на образовательном портале, а практическая подготовка будет осуществляться в рамках трудоустройства по месту работы. По преподавательскому составу трудоустроены и привлечены к оказанию медицинской помощи в 25 государственных учреждениях здравоохранения города 72 сотрудника клинических кафедр. 31 сотрудник работают в 12 учреждениях, оказывающих помощь пациентам с ковид. За каждой клинической базой университета закреплен куратором профессор или доцент для оперативного онлайн-консультирования при необходимости очного пациентов по профилю терапия, неврология, хирургия, РАО. Этого учреждения кодируют к смерти в своих лискатах. В пределах 10-15 человек сегодня мы их распишем. Спасибо большое. Действительно большая помощь краю, городу в непростой ситуации. Продолжаем дальше. Галина Силовна, сколько у вас преподавателей сейчас находятся в работе? Как у вас ситуация выглядит? Таким образом, 98 человек института повышения квалификации работают в учреждениях города, не краях города. Вот таким вот образом. Кроме того, те, которые нетрудоустроены, но они находятся на клинических базах и ведут там дистанционное обучение, они тоже участвуют в лечебно-диагностическом процессе. Мы обзвонили все дополнительные базы, спросили, какая еще нужна потребность специалистов. В принципе, этого достаточно с учетом того, что еще доложил Константин Вячеславович. Таким образом, 98 человек на сегодняшний день трудоустроены. Это кафедральные работники и совместители. Что касается мобилизации ординаторов. Значит, у нас всего 87 ординаторов первого и второго года, но учитывая, что платная ординатура у нас преимущественно это стоматологи и дерматовенерологи. Их из 87 – 33 человека. Остальные 54 человека. В целом ординаторы трудоустроены 19 человек второго года и 24 человека первого года. Что касается дополнительной мобилизации, чтобы они работали именно по диплому, как участковые терапевты, врачи общей практики, мы выделили 11 человек дополнительно. Студенты медицинских вузов и студенты медицинских средних профессиональных учебных заведений должны прийти или волонтерами, или средними медработниками в стационары и поликлиники. Они очень там нужны. Люди не могут ждать по 5-6 часов вызовов скорой медицинской помощи. Это ситуация тяжелая, сложная. У нас практически военная ситуация. По-другому я ее не расцениваю. Мы с вами должны приложить все усилия к тому, чтобы жители края города не остались без медицинской помощи.